Микс Ньюс Только на Радио Болтком В любое время дня и ночи Программа Встретились, поговорили Здравствуйте еще раз Это программа Встретились, поговорили Сегодня ее проведу я, Анастасия Смоловская И вот в анонсе программы сказано неожиданное интервью Очень неожиданное интервью Министер сообщения Талас Лынько К нам в студию забежал, можно сказать По дороге с важного события С подписания договора Поставки новых электропоездов Об этом и про ЛДЗ И про мосты В общем критику обо всем об этом мы поговорим В ближайшие где-то полчаса Так что если у вас есть вопросы Вы нам звоните обязательно и задавайте их Возможность не так часто такая выпадает 672 12 93 9 672 13 93 9 И в WhatsApp тоже можете нам писать 230 6191 Подписан договор о поставке новых электропоездов Наконец спустя многократных Обжалований Попыток всевозможных При разных министрах И наконец-то при вас это случилось Как все это было Насколько торжественно и волнительно Добрый день Такой очень волнующий исторический момент Совершенно верно Вот 10 лет прошло С первого дня Когда решили закупать поезда И с третьей попытки Все таки нам удалось Сначала Решить кто будет Производителем Это будет Шкода А также Достать деньги Это будет финансировано Напрямую С бюджета Государства И вот сегодня Такой важный Исторический момент Подписание договора И надеемся Что в 2022 году Первый поезд у нас будет в Латвии Это тоже я думаю Торжественно как-то будут встречать Наверное Потому что Фактически мы Последнее государство Постсоветском пространстве Которое Не имеет Новых поездов Там все Казахстан Узбекистан Туркменистан Молдова даже Имеет новые поезда А мы вот Остались последними Как вы думаете Почему так долго Все это тянулось И не могли мы Принять решение Не хватало политической воли Какого-то Стимула Для предприятий Которые должны были Это решить Органы Разные интересы У нас Уже долгое время Как-то Существовал Рыжский вагонный завод Была надежда Что Найдем такого Производителя Который будет Вместе С Рыжским вагонным заводом Участвовать В сделке В разной форме Там менялись Варианты Там Финансирование Не могли Найти И все такое Ну Я Такого рационального Фактически Истолкования Этого Не вижу Наверное Кто-то положил Глаз На весь процесс Было принято решение Что Из Государственного бюджета Напрямую Будет платиться Были разговоры Чтобы И деньги Которые были запланированы На сканст Тоже Пошли на это дело Насколько Сегодня вы довольны Тем решением Которое принято И Теми источниками Финансирования Я доволен тем Что Правительство Приняло решение Что есть Полное финансирование Данного договора Из госбюджета В следующие годы Согласно графику договора И Плюс К тому Если у нас Удастся Приложить Деньги Которые были Предназначены Для Трамвайного Проекта Риги На Пассажир Вилл Цент Соответственно Мы будем Финансировать Одну часть Договора Из европейских Денег Для этого Еще должны Там Мы пройти Соответствующие Там бумаги Подготовить Запрос Направить Еврокомиссию Еврокомиссия Должна принимать Решение Еще Это Еще Полгода Но Есть Такая Возможность И Конечно Каждый Вариант Который Мы Финансируем Не из Госбюджета Он Хорош Для нас До 2024 Года Решено Что Будет Это Финансирование Но Мы знаем Что У нас Может Все Поменяться Могут Передумать Могут Как-то Поменять Решение В какой-то Момент Сказать Ну вот Сейчас Там Денег Не хватает Надо На Что-то Другое Не Опасайтесь Либо Что Такая Ситуация Может Произойти Что Тогда Делать Все Так Это Международный Контракт Обязательства Двух Сторон Он Договор Очень жесткий По отношению К производителю Там И по срокам И по требованиям И по санкциям Ну и соответственно С другой стороны Если Не сможем Заплатить То Есть И Большие Санкции Для государства Я думаю Что Здравый Смысл Всегда Позволит Нас Как-то Оберечь От От Разных Злых Умыслов Неправильных Решений Возможно В том числе Ну действительно Да Наверное Когда дело Касается Каких-то Международных Вещей Нашей Репутации Мы наверное В такие моменты За нее Беспокоимся И как-то Откуда-то Деньги Можем Найти По поводу Источников Денег Как раз Хотелось бы Поговорить Не так давно Вы Заявили О том Что Возможно Надо Повышать Акциз На Дизельное Топливо Уже С ближайшего 2020 года Как вы Объясните Это решение Почему его Надо принимать Оно не очень Большую поддержку В обществе Получило Это предложение Конечно Никто Не хочет Повышения Налогов Я тоже Езжу На дизельной Машине У меня Тоже Как Гражданину Не нравится Если повышается Цена На дизель Но Если смотреть Серьезно То Прошлые Годы Мы Очень Активно Использовали Европейские Деньги Для Ремонта Дорог Деньги Заканчиваются В этом году И в следующем Чуть-чуть Еще осталось Но очень Немного Соответственно У нас Не только Физические Ямы На дорогах Но и Такая Финансовая Яма Получается И Чтобы Как-то Эту яму Заполнить Мы Смотрим На разные Варианты Не только Повышение Каких-то Налогов Мы смотрим На Эффективность Внутри Системы Там Повышение Качества Надзор Над качеством Улучшение Поменяем Систему Цель Устерешена Содержание Дорог Да Там Будет Где-то 10% Экономии Но все равно Эти очень Маленькие Деньги По сравнению С тем С той Ямой Которая Получается Где-то 70-80 Миллионов Нам не хватает В следующем Году И это Просто так Заполнить Трудно Это уже на сегодняшний день Известно Что 70-80 Тысяч Миллионов На дороге Не хватает Ну Не хватает Конечно Намного Больше Минимально Да Минимально Это то Что мы Будем запрашивать При Разговорах О бюджете В следующем году Как Эту маршу Которую нам Хотелось бы Добавить И тогда Всегда В этих разговорах Есть Вопрос Ну Конечно Вы хотите Что-то прибавить Откуда Вы возьмете Этих денег Так Это просто На дороге Деньги не валяются Ну Вот Разные источники И один из источников Это Возможность Я не говорю Что так и будет В конце концов Но возможность Увеличения акциза Именно на дизельное топливо Поскольку Во всех странах Европы Сейчас такая практика Бороться С выхлопными газами СО2 Эмиссионс Очень модное дело У нас Большую часть Этих газов Выпадает Именно на Частный транспорт Где Большинство Едут на дизельном топливе Это Такой Как бы Сигнал потребителей Что надо Когда Вы следующую Машину Покупаете Новую Или Подержанную То Я бы Советовал Не Покупать Дизельную Машину Потому что Если не в этом году Не в следующем году Но цены Именно на Дизель Повысятся То есть В любом случае Такой прогноз Вы ожидаете Но эти покупают Дизельные Машины Чаще всего Потому что Это экономичнее И для того Чтобы как-то Сводить Концы с концами И Да Я это понимаю И Поскольку Все Западные Страны Будут Бороться Вот Именно За Чистоту Окружающей Среды Эти Дизельные Машины Будут Постепенно Вытесняться И Производители И Поддержанные Владеть Поддержанных Машин Они будут Стараться Продавать Нам За Сравнительную Небольшую Стоимость Но Я думаю Что И у нас Санкции На дизель И Акциз На дизель Будет расти И Я желаю Чтобы Мы В какой-то Мент Не почувствовали Что Это уже Не выгодно Вы сказали Что Вот Это Повышение Акцизного Налога На дизельное Топливо Это Один Из Возможных Сценариев Какие Еще Варианты Вы Рассматривали Если Рассматривали Есть Проект Публично Частного Партнерства Кековский Объездной Путь Мы Делаем Поэтому По Моделю Если Это Будет Хорошо Мы До Конца Года Должны Увидеть Уже Результаты Первых Закупок По Этому Проекту Если Все Пройдет Гладко То Мы И В Следующих Годах Будем Делать Такие Проекты Именно Публично Частное Партнерство По Скажем Объездной Дороге Риги То есть Это Участвует И государство И Да Мы В принципе Это означает Что Мы В принципе Откладываем Все Эти Платежи На Какой-то Определенный Срок Подальше То есть Платить все равно Придется Придется Ничего Бесплатно В жизни Не бывает Недавно Вы Сказали Что Недовольны Мостами Что у нас Просто нет Строителей Мостов На сегодняшний день Да Мы Как-то Видим Эту Ситуацию И В Государственных Закупках И Когда я Встречаюсь С представителем Самоправления Что Если По дорогам В принципе Закупки Идут Хорошо Поскольку Вот Деньги Кончаются И цены Идут Вниз То По мостам По всей Стране У нас Очень Частый Случай Когда Просто Никто Не участвует В этих Закупках И Приходится Ходить По кругу Смотреть Обращаться К Строителям Выпрашивать Вот Вы хотите Там Перестроить Какой-то Мост Сельской Местности Или нет Очевидно Не хватает У нас Строителей Мостов Будем Посмотрите На Наши Соседи Может быть Там Найдутся Какие-то Мостостроители То есть Настолько Уже Ситуация Нехорошая Что Есть Задумка Приглашать Специалистов Из-за Рубежа Да Да Потому что Наши Компании Ну Просто Наверное Их Количество Не столь Велико И На все Не хватает А вы С ними Встречались Они Говорят О каких-то Проблемах Что Что Их Не устраивает Или почему Такое Количество Маленькое Весной Я Участвовал Конференции По Автодорогам И там Разговаривал С Риггер С Тилтой С Владельцами И Они Говорят Они Как Большая Компания Они Заинтересованы Больших Проектах Маленькие Как-то Их Не Интересует Ну Ситуация Становится Хуже И Хуже Но Сейчас Можно Дегловским Мостом О котором Последние Полгода Активно Мы Разговариваем Знаем Что Литовская Компания По-моему Ремонтирует И То Вот Как Остановили Весной Для Дополнительных Проверок Несколько Недель Назад Вроде Как Сказали Что Все Можно Начинать Но До Сих Пор Мы Там Строителей Не Видим Да Ну Это Не Государственный Объект Это Рижский Объект Но Он Показывает То Что В принципе Нет Рабочих Нет Кто Этим Будет Заниматься Ну А Вот Вы Как Специалист В общем По этой Отрасли Вы Как Считаете Может Ли Вот Стоять Мост Уже Несколько Месяцев Не Тронут И Вот Он Стоит Стоит По Нему Ездят Скоро Зима Начнется Вряд Ли Зимой Будут Ремонтировать Объект Как Б Значимость Большая Для Города Ну Там Конечно Должна Быть Оценка Соответствующих Специалистов Если Разрешают Ехать По Мосту То Он Соответствует Требованиям Но Так Ну Я вообще Смотрю На Все Хозяйство Риги С каким-то Страхом Или Удивлением Как Все Это Используется Дегловский Мост Не Единственный Случай Разобрали И Все Так И Осталось Сколько Лет Говорят Что Надо Вантовский Мост Ремонтировать Тоже Ничего Не Происходит В следующем Году Вроде Как Запланировано А Раз уж Мы О Рижской Думе Заговорили Как Вы Считаете Стоит Ожидать Неочередных Выборов На Ваш Взгляд Ну Это Зависит От Самих Депутатов Фактически От Позиции От Согласия И Честь Служить Риге Как Они Соберутся Если Они Не Смогут Набрать Коалицию То Конечно Думаете Что Либо Это Будет Кандидат От Коалиции Либо Вне Очередные Выборы Я Там Других Вариантов Больших Не Вижу Конечно Есть Какие Маневры Сейчас И Коалиция Распалась На Мелкие Кусочки Но Я думаю Что Позиции Обеих Сторон Таковы Что Или Собрались С мужеством И Решили За Коалицию Или Будут Не Очередные Выборы 672 12 93 9 672 13 93 9 Телефон Прямого Эфира Министр Сообщений От Лыс Линкетс У нас В студии И В Ватсапе Можете Написать 230 6191 Возвращаясь Вашей 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 Отрасли ЛДЗ У них У них Достижения И Прогресс Какой-то Да Ситуация Мы Когда Начинали Работу Министерства Мы Смотрели По всем Предприятиям Министерства Как идут Дела Как идут Закупки Как организуется Деятельность Какой Бизнес План Какие Судебные Процессы И так Далее И Были Приняты Решения По Нескольким Предприятиям Дошли И до Латвии С Дзелстейш И Увидели Там Очень Многих Таких Спорных Моментов На Которых Сначала Обращали Внимание Потом Видели Что Нет Такого Позитивного Позитивной Реакции Нет Желания Что-то Менять Своей Деятельности Ну Соответственно Когда Я В мае Встречался С Руководящим Звеном Латвии С Дзелстейш То И Высказал Своё Отношение К Тем Членам Правления Которые Занимаются Конкретными Вопросами Или Которые Занимаются Организацией Всеобщей Организацией И Предприятия И Дальше То Что было По пунктам Высказано Я передал Совету Предприятия Которые И Решают О том Соответствуют Ли Должности Члены Правления Или нет Вот они Независимо От меня Я им Никак Не мешал Принимать Решение Вот они Приняли Такое Решение Как Было Сделано Компенсация Вас Не Устроил Размер Я Вчера Встречался С Руководителем Совета Господином Лангем Он Мне В общих Чертах Рассказал Какие Там Условия Да Мне Как-то Это Показалось Несоразмерным С Другими Возможностями Решить Этот вопрос И я Потребую Рассмотреть В Министерстве Все ли Соответствует Закону Как это По-русски Мантас Ищердешен Сновешен Сликом Даже Трудно Перевести Да Но Все-таки Раздел имущества Есть специальный закон Который Говорит О том Что С имуществом Должно Дела Вести Самым Экономичным Образом То есть Выплатить Как можно Меньше По В конкретном Случае Именно так Примем Звонок Надевайте Пожалуйста Наушники Здравствуйте Здравствуйте Нам сообщили Микс Ньюс Что Станция Золитуда И Монта Будут Ликвидированы Я очень прошу Сохраните Станцию Золитуда Пожалуйста Потому что Мы здесь Живем Нам удобно Мы не хотим Еще ехать Куда-то Во все с машинами Мы без Ехать на автобусе Еще куда-то Знаете Далеко До Вольво Я не хочу Оставьте нам Золитуды Или Золитуда Выйдет Организованным Митингом 1020 Соберем Спасибо Ну вот Глас народа Да Это серьезно Если Я не знаю Контекст Этого Этой мысли Я подозреваю Что это Наверное Реал Балтика Да Во время строительства Там могут быть Какие-то Препятствия Для того Чтобы Именно Там Была станция Но Потом Когда Ремонтные работы Закончатся Станция Там и Останется На своем месте Ни Изолитуда Ни Иммонту Никто Закрывать Не собирается Хорошо Запомним Эту информацию Если К ЛДЗ Вернуться На Сегодняшний день Ну в четверг Решили Отказаться От услуг Вернее Берзин С Тракшсом Сами Приняли Это решение С 12 августа Они больше Не будут В правлении Что дальше Будет объявлен Конкурс На их место Да Совет Компании Должен Объявить Конкурс Мое мнение Такое Что должен быть Международный Конкурс И При отборе Должна быть Должна Участвовать Специальная Компания По Хэтхантинг По Персоналу Компания По персоналу Которая Профессионально Может Отбирать Членов Правления Почему Потому что Все-таки Круг Руководящих Лиц В железнодорожном Бизнесе У нас Латвия Очень Такой Узкий Там Разные Группы Каждый На другого Смотрит Таким Взглядом Недоверчивым Хотелось бы Хотя бы Одного Члена Правления Такого Со стороны Который Непривзятым Взглядом Смог Посмотреть На ситуацию И в самом Латвии Сделствующем И более Во всей Отрасли Ну наверное Такой специалист Да и Любой другой Специалист Если он Специалист И уже Заслуженный Уже с опытом Он хочет И Зарплату Тоже Соответствующую Наверное Это должна быть Зарплата Никак Ну говорят Что в госуправлении Зарплаты меньше Чем в частном секторе И прочее И прочее Готовы ли вы На такое решение Повышать Эту зарплату Или они останутся На сегодняшнем уровне Как мы видим В Латвии Сделствующем Управлении Никто на зарплату Не жаловался Так что там Зарплаты хорошие Соответствующие И трогать их уровень Да Я не собираюсь Как-то там Повышать Они полностью Соответствуют Уровню Серьезности Этой компании То есть Вполне Конкурентоспособные Да А из каких стран Мог бы быть специалист Как вы думаете Это ближайшие к нам Страны Балтийские Или это прям Самый широкий Круг Я не хочу Ограничить Круг людей И круг стран Просто Посмотрим Есть ли такие Специалисты Где-то вокруг Друга Конечно Какими-то Другими 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 Моментами И критикой В том числе Что они Возможно Здесь не живя Не пробыв Несколько лет Какое-то время Они не совсем Понимают Что здесь происходит Знаете У нас Разные проблемы Имеются И у наших Местных Специалистов Так что Давайте Не будем Заходить Дальше Времени Посмотрим Есть ли вообще Такие кандидаты Потом будем Говорить О тонкостях Дела Аэропорт Близкое К вам Место И тема На прошлой неделе Кажется Был разговор Что слишком Активное В час пик Вот в первой Половине дня Слишком активное Сообщение Там очень много Самолетов Мы знаем Что действительно Пассажиропоток Увеличивается Количество рейсов Увеличивается И был разговор О том Чтобы как-то Искусственно Эти рейсы Там двигать И уменьшать Такая дискуссия Некая возникла У агентства Гражданской авиации И у Руководителей Рижского аэропорта Что вы скажете Ваше мнение Да Именно В летнее время Сам Пик Сезона Самое большое Количество Самолетов Обслуживается И мы уже В круге Специалистов Говорили Вот какие Есть возможности Повышать Эффективность Если мы Смотрим На Другие Аэропорты Вот скажем В Гетвике В Лондоне Сделать Это Возможное Пространство Более Ну Таким Еще Организовать Да Организовать Больше Самолетов В один Час Есть На стороне Аэропорта Еще Возможности Но В принципе Если так Посмотреть Мы Постепенно Подходим К вопросу О второй Полосе Конечно Ну Скажем В следующие Пять лет Но В следующие Десять лет Нам надо Принимать Решение По этому Вопросу То есть Могут быть Еще Какие-то Грандиозные Перемены Могут Да Если Все Пойдет Вот именно По такому Нарастающему Сценарию То У нас Просто Не хватит Места Ну Вот может быть Как раз К этому вопросу Не совсем Из вашей Отрасли Наверное Но И обсуждали Мы тоже Уже в этой студии Безвизовый режим С Калининградом Например С Белоруссией Сейчас хотят Санкт-Петербургом Сделать Это тоже Ведь увеличивает Количество Туристов Возможно В обе стороны Потому что Там тоже Рассказывают Как у нас Здесь хорошо И Соответственно Тоже Потенциал Болтик Наверное Более Активно Будет Использоваться Аэропорт Да Каждое Такое Решение По снятию Визового режима Прибавляет Нам Пассажиров С разных стран С разных сторон Я очень рад Вот той Схеме Которая Имеется В Беларуси Да И я надеюсь Что Беларусь Больше Даже Посмотрит На безвизовый режим Не только Через Один пропускной Пункт Аэропорт Минск Но и Как-то побольше Но это Конечно Их Дело Но при каждом Таком Решении У нас Работы Прибавляются И дороги В том числе Я думаю Что изнашиваются Быстрее Если на машинах Приезжают Не так много Времени у нас Остается Хотелось бы Затронуть Тему Самокатов То что тоже Активно Обсуждается Последние Несколько Недель Настолько Масштабы Разросли Что уже ССДД Принимает Какие-то Решения Что вы Об этом Думаете Мы знаем Что вы Тоже Пользователь Наверное Может быть Не электросамоката А простого Самоката Знаю Что в этой Студии Вы рассказывали Что иногда Таким способом Добираетесь До рабочего места Как пользователь Что вы Скажете Как пользователь Я хотел бы Конечно Лучшей Инфраструктуры В Риге Потому что Ну Там Велосипедом Ехать Одно У самоката Там Эти Ретенты Колесики Маленькие Да И они Чувствуют Каждую Яму Каждую Неровность И Соответственно Мы уже Сейчас Видим Что Довольно Много Происществий Происходят Именно С вовлечением Самокатов И Люди Имеют Травмы Разные Травмы И Ну Что мы С государственной Стороны Можем Делать Это Мы Можем Сделать Условия Регламентировать Условия И Условия Сейчас Рассматривает ЦСДД Какие Именно Будут Там Максимальные Скорости Где Можно Будет Использовать Электрические Самокаты Потому Что Теоретически Они Развивают Хорошую Скорость 25 Км Час И Это Уже Та Скорость Которая Затрагивает Пешеходов И Других Участников Движения Так что Мы Будем Над этим Работать Конечно Проблема Не самая Большая Но Решаемая Потенциал Вы видите Думаете Что останутся Они у нас В городе Как минимум Как Разные Средства Передвижения Эти самокаты Тоже будут Наверное Больше И больше Использоваться В движении Спасибо Министр сообщения Талас Лынькальц Был у нас в студии Спасибо Что Зашли Нашли Время Всегда Рад быть У вас Гости Программу Привела Анастасия Смоловская Спасибо Вам За участие Всего Хорошего